Добрый вечер, уважаемые соотечники. Я хочу сегодня провести второй эфир и рассказать о ситуации, которая сложилась с двумя беженцами-казахами, которые бежали из Китая. Сегодня я выставлял информацию, когда журналисты Казахстана задавали вопрос послу Китая в Казахстане, Джан Сяо, и он так очень дерзко себя вел, не как посол, а как такой наместник. И журналисты задавали вопрос, а правда ли, что у вас есть лагеря перевоспитания, правда ли, что у вас пытают людей, правда, что в лагерях по перевоспитанию есть казахи, на что китайский посол все время говорил, это ложь, это неправда, идет борьба с террористами, экстремистами. Это при том всем, что при ООН трибунал изучил все факты и заявил, что в Китае идут пытки, насилие, что десятки тысяч людей уничтожаются, женщин насилуют. И получается, что вот эти люди, которые подвергались насилию, изнасилованию и все прочее, оказывается, по мнению посла в Казахстане, китайца, являются, по сути дела, просто террористами. Вот совсем недавно, когда был Курултай, казахов, и казахи, те, которые знали об этом, что происходит в Китае, задали вопрос Назарбае, он сказал, что я вообще не в курсе, не знаю, вот давайте мы изучим. И, собственно, вы же понимаете, что если посол Китая в Казахстане делает заявление, что вообще все нормально, в пределах нормы, никаких проблем нет, потом министр иностранных дел Казахстана летит в Китай, и они встречаются со своими коллегами, и его китайский министр иностранных дел благодарит за то, что делает власти Казахстана. Вы знаете, недавно лидер движения Атажурт, который занимался защитой уйгур, казахов, национальных меньшинств на территории Китая, фактически был лишен права заниматься общественной деятельностью, его, по сути дела, заткнули. Ну, при этом, конечно, движение Атажурт осталось, но его заткнули, угрожая его посадить. И вот понятно, что китайские власти благодарили казахские власти за то, что они не дают рассказать правду о том, что происходит в Китае. И вот после всех этих заявлений, после поездок Хасмжумар Тахая из Казахстана в Китай, после встречных визитов, после того, как руководитель парламента Китая встретился с Доригоей Назарбаевой и заявил, что все шикарно и великолепно, вы видите, что на самом деле все это не так. Вот два казаха, это то, что мы знаем, они пересекли границу, бежали из Китая в Казахстан. При этом, вы понимаете, в каком отчаянном положении эти молодые люди находились. Одному было одному в 30 лет, другому 25 лет. Если они бросили, по сути, своих родных, бежали, чтобы просить помощи на своей исторической родине. Они хотели просить помощи у властей Казахстана, у Назарбаева и Токаева. Когда им задали вопрос, а знаете ли вы, что произошло с Айрагуль Саутбай, они сказали, вот сейчас мы знаем, когда мы пересекли границу, а так мы не знали. А для тех, кто не знает, я скажу следующее, что у Айрагуль Саутбай, которая была переводчица, и ее китайцы использовали для того, чтобы она переводила в этих так называемых лагерях перевоспитание. Муж гражданин Казахстана был, дети были гражданами Казахстана. И когда она увидела все эти пытки, в итоге она, по сути дела, уехала в Казахстан, при том, как считают наши власти, пересекла нелегальную границу. Многие из вас, наверное, этот скандал помнят. Шли многомесячные процессы, когда ее пытались депортировать в Китай. Я хочу вам сказать следующее, что Казахстан участник разных международных соглашений, членов ООН, и подписано множество конвенций. Есть такой принцип воссоединения семей. Если ее члены семьи находятся на территории Казахстана, то есть Казахстан в соответствии с этими конвенциями обязан был выдать ей не просто убежище, а вообще она должна была получить гражданство Казахстана. Но в итоге дело чем закончилось? Дело закончилось тем, что ее мужа комитетчики избивали, пытали. Ее деверя комитетчики избивали, пытали. Когда ее, так же, когда она обратилась в миграционную полицию за получением статуса убежища, ее так же, как этих двух молодых ребят, увели в КНБ, то ее родственники попытались выяснить и объяснить, что она там находится. При этом комитетчики говорили, что это неправда. Их избивали, пытали и все прочее. Вот, собственно, что прошли наши граждане, граждане Казахстана, пытаясь защитить члены своей семьи, гражданку Китая, Сайрагуль Саутбай. И вы знаете прекрасно, что в итоге она не получила убежище Казахстана, она не получила гражданство, она получила убежище в Швеции. Вдумайтесь, члены семьи ее, муж и дети являлись гражданами Казахстана. Она этническая казашка. Казахстан подписал все международные конвенции, и наша страна обязана была выдать ей убежище, не говоря о том, что и гражданство. Но тем не менее, потому что Назарбаев дружит политической верхушкой Китая, чтобы не портить так называемые отношения, ей не дали никакого статуса, и она была вынуждена покинуть Казахстан. Хорошо, что ее в итоге не депортировали в Китай. Не депортировали, потому что была достаточно широкая поддержка наших граждан. Но я думаю, что если бы была многотысячная поддержка, десятки тысяч вышли бы, то она бы действительно получила бы гражданство Казахстана и получила бы защиту. Вот теперь два молодых человека, один из которых прошел лагеря и пытки, почти пять лет сидел в этих лагерях при воспитании и был отпущен оттуда в итоге, он решил бежать, потому что по его заявлениям, в любом случае, закончилась бы новая посадка, новыми пытками и все прочее. Второй молодой человек тоже. И на вопрос, почему вы сюда бежали, как вы могли оставить свои семьи, они сказали, у нас не было никаких надежд, и мы надеялись, что получим поддержку от властей Казахстана, от народа Казахстана. По процедуре миграционной, если человек находится на территории Казахстана, если он делает заявление и приходит в миграционную полицию, то там работает простой механизм. Ему должны дать временные документы, и затем миграционный орган должен изучить обстоятельства дела и выдать статус беженца, политического беженца, там есть разные статусы. Если миграционное подразделение отказывает, то этот человек имеет право обратиться в суд и в судебном порядке оспаривать решение миграционной службы. Это процедура, которая принята во всем мире. Я сам это проходил много раз. Проходили мои близкие, родственники, члены семьи. Поэтому я вам говорю, стандартные процедуры, которые существуют в любой стране мира. В странах СНГ тоже. В Украине, России, Грузии, где угодно. Так вот, в нарушении этих процедур, эти двое молодых человека, они сегодня, когда подали заявление в миграционную службу, а до этого давали пресс-конференцию, они 6 октября пересекли границу. И теперь, по истечению недельного срока, их задерживает пограничная служба при Комитете национальной безопасности. И все. Собственно, сейчас наступает ситуация, когда эти молодые люди подвергаются уже смертельному риску. То есть, если сейчас власти Казахстана их депортируют в Китай, они, безусловно, будут как минимум навечно отправлены в тюрьмы, но в реальности подвергнутся пыткам и убийству. Вот, собственно, вы видите, как действует эта наша власть, которая заявляет о поддержке наших граждан, заявляет о том, что закон должен работать. И вы видите, Комитет национальной безопасности, он взаимодействует со спецслужбами Китая и работает не на граждан Казахстана, не на Казахстан, он работает на Китай. В предыдущем своем выступлении я предупреждал, что вы даже не заметите, как все резко изменится, как, собственно, это не заметили граждане Китая, живущие в Суар, этнические уйгуры, казахи, крыгызы, которые заявляют, что буквально за несколько лет ситуация в их регионе кардинально поменялась, и Суар превратился в концлагерь. Вот, пожалуйста, тот самый пример, когда наши равнодушия, когда мы думаем, что события какие-то пройдут мимо нас, мы можем находиться в сторонке, приводит к тому, что через какое-то время вы прекращаете узнавать свою страну, когда у вас возникнут проблемы, вас никому будет защищать. Вот, собственно, вы должны на этом примере видеть, кто такой Назарбаев, кто такой Такаев. Мы не случайно говорим, что 26 октября мы призываем всех вас выйти на митинг против экспансии Китая с требованием освободить политических заключенных, потому что та ситуация, которая в Суаре происходит, она надвигается на Казахстан. И в первую очередь это связано с предательской политикой Нурсултана Назарбаева, Такаева, дорогие Назарбаевы, которые заявляют, что Китай наша судьба. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас активно участвовать в изменениях нашей страны. Без активного участия тысяч нам не остается ничего, как прозябать, стать колонией Китая. И если есть у кого-то иллюзии, что мы независимая страна, что эта проблема пройдет мимо вас, я хочу у вас вот на таких примерах показать, что это иллюзия. Эта власть не защищает ни своих граждан, ни своих соотечественников, которые жили в соседнем Китае, хотели возвратиться на свою историческую родину и обратились с просьбой о защите. Ну и, собственно, сами процедуры. Я еще раз хочу повторить, закон четко описывает, что после того, как эти люди обратились в миграционную полицию, их никакой КНБ никто не может задерживать. Как это было с Айрагуль Саутбай, когда пытали гражданина Казахстана, ее мужа, когда пытали ее девери, сбивали и требовали, чтобы они не распространяли информацию о том, что наши соотечественники бегут из Китая, бегут от тех проблем, которые там сформированы. И когда Назарбаев скажет, что он вообще ничего не знает, или когда Министерство иностранных дел Казахстана и Такаев заявит, что нет казахов в этих конституционных лагерях, вы знаете, что они лгут. Потому что вот перебежчики, они перебегают, прибегают и просят защиты, и наша власть закрывает на все глаза, затыкает. Я уверен, что тысячи людей, тысячи, тысячи наших соотечественников перебегают границу, их просто Комитет национальной безопасности отлавливает и сдает их обратно к Китаю и их лагеря перевоспитания, где эти люди подвергаются пыткам. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзии. Я еще раз хочу вам напомнить, 26 октября в 14.00 мы проводим митинг по всему Казахстану. Алга, Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует...